Всем привет! Очередное видео, связанное с машинами. Посмотрите, что я купил. Это очередной ВАЗ-2115, третья машина на моем канале. Такой модификации, очередная пятнашка. В таком, на этот раз, своем классическом свете, да, скажем так. Цвете, точнее, потому что серебристые вот такие пятнашки, их, наверное, миллионами они выпускались в свое время. Lada, Samara, Samara 2, или там, как они правильно называются. Ну, в общем, пятнашка с фаркопом, снятая с учета машина на литых дисках. Вот она на хорошей, в общем-то, зимней резине. Я надеюсь, что она меня не подведет. Есть, понятно, что рыжики, где-то вот даже дырочки, но, в принципе, новый бампер здесь стоит. Это не так плохо, фары все светят. Есть вот такой скольчик, ну, можно мухобойку поставить, но можно и не ставить. В принципе, я мухобойки не люблю. Есть трещина на лобовом стекле, вот она идет, я не знаю, видно ее или нет. Есть какая-то там простенькая музыка, правда, я еще не включал, не пробовал. Ну, в общем, здесь тоже есть небольшое рыжье, но по однищу она очень и очень неплохая. Где-то так колхозно зашпаклевана, но попробуем перепродать такую машину. Она снята с учета, но на номерах. Купил я ее в Перми, сегодня 14 февраля, день влюбленных в ВАЗ-2115 у меня получился, потому что с такими машинами я... Восьмиклапанный движок здесь стоит, это уже третья машина на моем канале, вот такая. Была, помните, цвета папирус, была потом перекрашенная, которую я, в общем-то, тоже продал. Причем все эти машины мне хорошо так послужили, с первой, правда, я намутился. Ну, а вот эта пятнашка, что еще в ней показать? В принципе, подкачаем, наверное, колеса. Я с ней ничего делать не буду, я думаю, что эта машинка мне хорошо послужит. Там 200 с чем-то, тысяч километров пробег, простенькая магнитола Hyundai, рабочая печка, вонючка ли висит. Чистый салон, взяли мы ее у перекупщика, который, видимо, ее привел в порядок. Ну, в общем, все в ней работает, не вылетают передачи, так что с этой точки зрения, я думаю, все будет довольно-таки неплохо. Ну, посмотрим, посмотрим, во что это все обойдется. Машинка интересная, даже, видите, магнитик есть, можно повесить телефон. Дворники, все в ней работает, фу-фу-фу-фу, не сглазить бы. Стеклоподъемники вроде бы работают. Плохо закрывается, там тросик капота оторвался, замка, да. Ну, капот можно и так открыть, в принципе, он держится, и слава богу. Ну, как-то так, друзья. Вот, будем надеяться, что все будет в порядке. Сложно мне пока отрегулировать зеркала. Не получается, видимо, они там за это как-то закорели или что. Да, забыл сказать, куплена эта машина за 54 тысячи рублей. Машина 2005 года выпуска. С пробегом там 201, что ли, тысяча километров. То есть, ну, в целом, вполне нормальные деньги за такой агрегат, за ездовой агрегат. Машина доехала, доехала без особых поломок. Но если не считать того, что отпала вот эта решетка еще на первых 100 километрах, мы доехали. Там до Перми купили за 360 рублей вот такую полоску. Сейчас ее установим. Ну, и приключение с тем, что у нас сняли номера, потому что предыдущий хозяин снял машину с регистрации, а мы покупали ее у Перекупа. Ну, вот. Так, вот, эту штучку поставили. Вроде все в порядке, только пока не прикрутили, потому что сделаем это не на такие вот саморезы, а на болты. И с обратной стороны там рука подлезет. Ну, я их потом прикручу. Ну, как бы на гайку. И все будет нормально. Вот. Болтики такие. А мы, кстати, сейчас, может, это и сделаем. У меня в багажнике болты лежат. Ну, и все. Будем фотографировать и выставлять на продажу. Попробую в этот раз схему, ничего с ней не делая. Утро. Машина простояла в продаже примерно неделю. Вот сейчас много очень звонков по ней было. Вот сейчас люди приехали, смотрят машину. Видите, он там проверяет поворотники, фары и все прочее. Ну, они вроде как покупают. Не знаю, деньги уже отдали, не отдали сейчас. Ну, думаю, что все будет нормально. Машина не гнилая, это хорошая. Он там очищает ее. Она долго стояла, несколько дней. Эти армяне машину в итоге так и не купили. Целый день мы с ними провели в ГАИ, провозились, промучились. Ну, с армянами так часто бывает, что у них какая-то ерундистика возникает. И в итоге ничего толком у нас не получилось. В итоге у них там какие-то препятствия возникли и все прочее, прочее. В общем, целый день с ними провозились и все зря. Что касается самой машины, я обещал вам показать, как выглядит багажник. Ну, тут рамки. Воронка словно. Распорка стояла. Когда ставили машину на учет, распорку в ГАИ попросили снять. Соответственно, ну, вот здесь такой коврик. Выход под сап тут есть. Что еще? Традиционно не держится крышка багажника. Ну, это на всех пятнашках, да? Практически на всех. Машина теперь на номерах. Поставили мы ее на учет. Я говорил, что мы покупали машину, снятую с учета. И когда ехали, гаишники нас остановили, оштрафовали на 500 рублей, сняли номера. Этот порог там, ну, более-менее живой. Дырка в другом пороге. Вот там видно, да, что она есть. Ну, может быть, подкрылок куплю, посмотрим. Что я делал с этой машиной, я вам сейчас покажу. Ну, здесь чистый, очень хороший чистый салон. Ну, надо отдать должное перекупу, у которого мы эту машину покупали. Он хотя бы сделал здесь такую, ну, как вам сказать, химчистку, да? Я оторвал наклейку с моторным маслом с воздушного фильтра. Дальше оторвал вот эту вонючку, которая тут висела. Только мне не нравится вот эта штука, да, что она периодически туда падает. Ну, я думаю, ничего страшного. Как-нибудь мы сейчас ее сделаем, чтобы она у нас не падала, а держалась. Здесь тросик, он почему-то плохо срабатывает, и далеко не всегда это получается. Ну, тем не менее, открывается. Вчера в очень сильную лужу, позавчера, точнее, когда я ехал с ГАИ, в очень сильную лужу заехал. Мотор стал потраивать после воды. Еще чуть бензин не кончился, чуть не обсох. На заправке там я хватило, доехал. Вот отсюда наклейку эту оторвал с воздушного фильтра. Сам воздушный фильтр сегодня поменял, потому что он оттуда, здесь гофры этой нет, и насосало воды. Фильтр весь промок, может быть, потраивает из-за этого. Что еще по движку? Убрал распорку, соответственно. Ну, вот эту штучку, да, я уже рассказывал, по-моему, что когда ехал, еще выезжал из часового, эту штуку сдуло ветром от проезжающего мимо грузовика. Там же на авторынке не купил, заехал. Но пока не закрепил, только вот так, на хомотик, а здесь на саморез, ну и то, не до конца. Но, тем не менее, это я доделаю. Воздушный фильтр также посажу на болты, на какие должны быть они. Вот, в целом, мотор работает. Сейчас уровень масла, кстати, хочу посмотреть. Ну, масло, на самом деле, на минимуме. Надо, конечно, подлить немножко масла. Генератор там тоже все было в воде. Наверное, и фишка тоже намокла. Фишка датчика коленвала, вот он там, да, находится. Я думаю, что тут все было в воде, друзья. Даже там сейчас видно, что вода стоит. И, возможно, как раз из-за этого машина подергивалась. Ну, ничего страшного. Движок, правда, весь в масле. Но за эту цену машина была куплена за 54 тысячи. Вот здесь немножко в шпакле, да, видите, есть. Ну, это есть эмаль, мы подкрасим. В остальном... В остальном машина очень даже ездовая. Все с ней в порядке. Нужно чуть-чуть охлаждающей жидкости подлить. Косольчика сюда. Надеюсь, что продастся эта машина достаточно быстро. Вот уже сколько... Очень много по ней звонков. Очень много людей интересуются этой машиной. И спрашивают, что, как, когда. Многие приезжают смотреть. Гораздо больше, чем все предыдущие мои пятнашки. Сначала цена была 74, но после того, как я поставил на учет, цена стала 86. Там со страховкой, со всеми этими вопросами. Они решили, что лучше поставить на учет, поскольку машина от перекупов. Ну и, соответственно, вот. Машину поставил на себя на учет, чтобы беспроблемно ездить. На что еще нужно обратить внимание, это то, что ездит переднее сиденье, кстати говоря. Сейчас я его попробую каким-то макаром поправить. Сделать так, чтобы оно не ездило. Сейчас мы попробуем этот вопрос решить. Очень бы не хотелось, чтобы оно вот так каталось, потому что ездить тогда очень неудобно. Ну, в остальном пока все. Вот такая у нас машина. ВАЗ-2115 2005 года выпуска. Сегодня 29 апреля. Машина продалась вчера, 28 числа. Соответственно, выставила на продажу ее 18 февраля. То есть, получалось, что продавалась она 2 месяца и 10 дней. Была куплена, напоминаю, за 54 тысячи рублей. Продалась накануне за 80. Приехал мужчина из Брянской области. И в город Сдлынка. Он на ней уехал, купил. Ему все понравилось. Прямо то, что там была дырочка в пороге с торцевой стороны. Но, в целом, машина его устроила. Как она работает, как она ездила. Очень хороший мужчина. Вот такой простой, не перекуп. И вот она долго стояла, но все равно дождалась своего покупателя. Человека, который ее приехал. Вот, ну, кому она реально была нужна. Соответственно, прибыль какая. Ну, прибыли нет. Получилось даже минус где-то 3 тысячи рублей. И продолжаем трудиться. Надеюсь, что следующий автомобильный проект уже будет с небольшой прибылью. Ну, а я сейчас на рыбалке нахожусь, на пруду в Подмосковье. И получаю удовольствие. Посмотрите, какая красота вокруг. Субтитры clarification. Субтитры advertising.